У кого какие будут предложения по председателю комиссии? Пожалуйста, что откроется? Я предлагаю Кириенко и выбрать председателя. Кириенко председателя? Да. Он сейчас заместитель? Да. Ну, кириенко и председатель. Кириенко. Еще какие-то будут предложения? Пожалуйста. С Попаковым разговаривали, он отказался? Отказался. Самоотворжал, но поэтому не против. Поступило в одно предложение выбрать председателя Кириенко Евгения Андреевича. Кто за? Решение принято. Так, а теперь мы... Да, предложение выбрать зама председателя. Зама председателя. Какие? Какие предложения? Ну, я предлагаю объекту Ивана Викторовича заместитель. Он как раз в той сфере работает. Ну, у меня предложение заместителем. Да, заместителем у Кириенко. И если выберем председателя, где он заместитель, он вольничный. Еще предложение есть? Он работает в этой сфере, как бы будет заинтересован в многих вопросах. Он при администрации и вопросы, как бы неуместные здесь его... Почему? Потому что он заинтересован в работе администрации в данных направлениях. Вот, Дмитрий Васильевич, ты имеешь в виду, что конфликт интересов как-то? Ну, как хоть председатель, хоть зампредседателя комиссии, как таковые, ну, скажи, это, скажи, организационная работа. Организовать работу комиссии. Вы были не с этой сферой? Ну, предложение, пожалуйста, предлагайте. Я же ничего не говорю. Предлагайте. Предложение под поколем. Игорь Андреевич, можно немножко прояснить? У нас, наоборот, практика в законодательном собрании дожидит о том, что профильный комплект возглавляет человека, который немножко разбирается в этой сфере. То есть конфликта здесь никакого не будет, потому что коллегиального голосования никакого не будет. Он не принимает никакие единоличные решения, как председатель. Не только организационные моменты, но, опять же, разбирается в той сфере, по поводу которой создана эта комиссия. Ну, это я по-моему, в законодательном собрании говорю. Мы же не можем оценить его на профессиональные способности в этом направлении, что он разбирается. Вот рутовых разбирается, в цельском хозяйстве неплохо. Предлагайте. Рутовых предлагаем. Рутовых, Сергей Николаевич. Все. Еще будет предложение? А у Василий Николаевича входит вообще в состав комиссии? Нет, я поэтому не голосую. А как его можно? Никак. 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 А Лиепа-то сам согласен, его нет у вас? Александр Александрович тоже не ходит в состав комиссии, чтобы... Что, Липов? Не напоминай, я сижу тихо. Нет, тебя могут предложиться, я про что я говорю. Я Терес уже. Сиди, сиди. А Лиепа-то сам согласен? Да, я со вами согласен. С нежеланием, но согласитесь. Ну тогда что, у нас один человек, Лиепа Иванович. Ну он будет на сессии. Нет, Лиепа-то будет хоть на сессии. Так его заочно председателем потом на сессии изберем. Ну, заместителем. Ну, он вообще-то не пропустил еще. Нет, ну по телефону это тоже же... Я предлагаю вопрос заместителям оставить. Конечно, конечно. На следующем заседании. Почему у нас, во-первых, нет кандидата, за которым мы хотим голосовать? Ну, да, по-второму мнению для начала. А во-вторых, ну, не можем из одного человека выбирать. То есть непонятна позиция Лиепа, да? Конечно, и вопрос ему не задать на сессии. Ну, у нас тут есть профессионал еще Лилюгина Татьяна Альтольевна. Нет. Самотвод, да? Да. Понятно. Ну, ваше решение. Значит, вопрос оставить, да? По заместителю. Да, давайте присылать на Лилюгина заместителя уже. Дождемся его потом. Дождемся, да?